Прогулка началась с центра города. Ленинский в это время года особенно красив. Зелёные газоны, ярко-свежие листва, шикарные тюльпаны. Да и погода прогулки благоприятствовала, была солнечной. Десять минут и руководители практически дошли до сквера на Приречной, походу прогулявшись по мосту через Барнауку. Вот это чистить надо же всё. Я имею в виду деревья сами. Это всё надо вырубать, если уж делать прогулочную такую зону. Это легко. Глава центрального района, который подключился к прогулке на территорию уже самого будущего сквера на Приречной, рассказал, как в перспективе изменится место, где сейчас кроме травы нет ничего. Скоро здесь появятся и пешеходные дорожки, и сплитки, и велодорожки площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров. Шесть новых скамеек, 24 светильника, высадят и новые деревья. На реконструкцию сквера планируется потратить почти 14 миллионов рублей. А по срокам, как договорились, на какие сроки выполнения работы? Всё за лето сделать? Для города, да. Основные работы. А посадка деревьев в крупномеры до 3,5 метра. Это в октябре уже будет. Будем высаживать в октябре. Ну и потом, как все места, такие скверы, парки, можно потом каждый год что-то где-то подсаживать. Правильно? Виктор Томенко и Вячеслав Франк прогулялись до набережной, где также планируют продолжить работу и благоустроить нынче чуть более километра. Прошлись по Молотобольской, где с ними пожелали сфотографироваться прохожие. Дошли и до старейшего парка города Центрального, где уже идут работы по федеральному проекту «Комфортная городская среда». На реконструкцию направят 120 миллионов рублей. Ну что, будет всё то же самое, только обновлённое? Или будет какая-то фишка? Вера Евгеньевна. Фишка будет. Какая фишка? Только тропа появится у нас, которая соединит дубы охранные, которые у нас в ботаническом саду здесь были. Дуб дерева дружбы, который поставлен был в 2021 году. Ну и появится новая традиция в парке. К день рождения будем высаживать ещё дубочки. На прогулке губернатор и мэр обсудили и другие важные задачи. Развитие улично-дорожной сети, обеспечение горожан транспортом и техникой, поддержку строительства многоквартирных домов, разумеется, и развитие туризма. Уже то, что делается, те планы, которые уже в реализации находятся, это, конечно, и жителям города Барнаула, и всем, кто приезжает в него как в столицу своего края, значит, конечно, уже создаст отличные условия. И это наша задача есть, помимо всех прочих дел. Финансирование мы проговорили, мы видим, что сегодня вы лично и правительство Алтайского края, ну, везде либо треть, либо больше, чем треть, даже если и существует федеральная программа. Огромное спасибо, я думаю, те задачи, которые вы сейчас перед нами ставите, они, безусловно, будут исполнены, ну, отдельно по каждому этапу, как мы с вами и проговорили, мы вам будем докладывать. Губернатор отметил, что развитие столицы региона, как и других муниципалитетов, очень важная задача. И главная цель сделать все, чтобы в Барнауле были все условия для работы и для жизни. Татьяна Голубева, День Столка. Продолжение следует...